доброе утро спасибо большое что пришли к нам сегодня в студию так так рано а вот так рано для вас просыпаться это норма или вы любите поспать это норма для меня я утром и стою 5 часов стою и если нужно я раньше могу стать на 5 часов стоит потому что я иногда пользу наложусь долго работаю поэтому 5 это самое оптимальное время для меня самое самое лучшее время для моих занятий первым умываюсь потом у меня есть медный стакан медный да медный стакан я там держу воду 8 часов это вода там должна находиться эту воду я пью тут много можно рассказать но самое главное он хорошо чешает живот и бодрство дает после этого купаться медитировать или а сам йога 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 сам сколько сколько занимают ваши утренние процедуры утренняя процедура занимает полтора часа и после этого вы кушаете нет я не кушаю я кушаю это 10 часов 10 часов спустя 5 часов после подъема а с чем это связано почему нельзя сразу же покушать но есть бывает асане когда я нажимаю живот да и есть асаны в миг после них нельзя кушать сразу потом за переворнутый асане есть когда я стоишь на голове и после них сразу три часа нужно минимум два-три часа надо нельзя кушать но это время можно читать можно делать работу ночью можно делать рассказывать йога это совершенствование тела и или и души то и то но говорят что чеку занимается йогой он меняется изнутри он меняется полностью в чем заключается это изменение вы начинаете любить себя по-настоящему это не то что обычно пишут до зажала себе нужно любить нужна декор и так далее это совсем другой вы сначала себе начинаете понимать когда вы себе начинаете понимать вы начинаете других корейued лучше заниматься йога никогда не поздно или вот существует какой-то возраст если вот не найдешь никогда не поздно заниматься йогой любом возрасте вы можете заниматься. Любой процесс на земле человеческая начинается с желанием. И точно так же, йога тоже начинает желание. У вас первое должно быть желание. Я хочу этим заниматься. Какую литературу можно начинать читать, какие упражнения делать, откуда эту информацию можно взять? Сейчас эта информация есть в интернет. Там есть очень много разной информации. Много разной информации могут перепутать и немножко перепутать. Обычно серьезная йога, люди начинают заниматься с 18 лет. Это серьезная йога. Или должен быть кто-то старший, который может рассказать детям, чем ты должен заниматься или какой вид йогой тебе нужно. Человек 18 лет, он достаточно понимает, что ему нужно. А почему 18? А детям не надо заниматься йогой? Дети тоже могут заниматься, но они должны быть в полном присмотре. Возрослый человек, он себе может выбрать. В таком случае, как найти учителя правильно? Как вот, ну понравился, какой красивый мужчина, вот будет мой учитель. Все. Если вы хотите просто йогический асане учить, тогда нужно пройти нескольких местах, проверить, что вам подходит. Самое главное, когда вы йогой начинаете заниматься, у вас колебания мысли должны уменьшаться. Это я самая большая, это правило, которое вам расскажет, вам нужно туда ходить или не нужно ходить. Если колебания мысли у вас не уменьшается, значит это место вам не подходит. Что такое колебания мысли, как это объяснить? Колебания мысли, когда у вас в голове очень много мыслей один раз ходит, когда вы не можете сосредоточиться к чему-то. То есть йога это тогда, когда у тебя полностью все твои мысли, работа, проблемы уходят. Да. И ты занимаешься полностью. Например, вы знаете, да, человек, кто, а кто в обществе находится вверх, да, или кто идет вперед, это тот, который может хорошо концентрировать. Человек, который один раз думает и сто пятьдесят места, он ничего делать не может. Тот, кто хорошо концентрирует на своей работе, он его быстро делает и он совершенствует. Кроме совершенствования, познания себя, что еще йога дает современному молодому человеку? Здоровье может дать. Здоровье, я думаю, это самая важная вещь. Если нет здоровья, то ничего не нужно. Вы меньше потребляете, естественно, лекарства и все остальное. Сейчас, ну, правда, очень много стремлений быть молодыми, здоровыми, здоровье понятно, а может быть и можно как-то омолодиться? Духовное продвижение, оно очень медленное и для него нужно очень большое время. С одной точки на другой точки двигать нужно сорок лет, а их очень много, может быть больше 50 точек есть, которые нужно подниматься. Что заметили, что столько человек не живет, и он не молодой, да? Сорок лет прошло, уже человек, он уже ничего не хочет в жизни. Для этого думали йогические асаны, и чтобы быть более молодым, и чтобы тело было в норме, и ум был в норме, тогда он может пройти вперед. Вот именно для этого была придумана йогическая асана. Ну, давайте все же один раз посмотрим, это будет гораздо лучше, чем вот сто раз услышать, правда, наглядно. Да. А пока мы все здесь подготовим, зрители посмотрят коротенький сюжет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова